Во имя Отца и Сына и Святаго Духа Сегодня на библейском портале «Экзогет» мы рассмотрим воскресное евангельское чтение. Это Евангелие от Марка, 8 глава, с 34 по 38 стих и 9 глава, 1 стих. Описанное здесь предваряет преображение Господне. Преображение Господне – это когда Сын Божий, просияв в человеческом теле, явил нам ту славу, которая ожидает спасенных на небесах в день их воскресения и оправдания во Христе и со Христом через страшный суд. И мы читаем. «И, подозвав народ с учениками своими, сказал им, кто хочет идти за мной, отвергни себя и возьми крест свой и следуй за Мною». Если это говорится накануне преображения, то Христос как бы поясняет им, «Вы не просто отвергнете себя, не просто возьмете крест и последуете за Мною, вы взойдете со Мною и на фавор, и преобразитесь так, как я преображен, ибо всех верующих, как учит апостол Павел, ожидает подобное преображение, подобное тому, как и Христос преобразился». Вот эти слова. Послание к филиппийцам, 3 глава, 21 стих. Здесь и сказано о Христе, «Который уничиженное тело наше преобразит так, что оно будет сообразно славному телу Его, силою, которой Он действует и покоряет Себе». И Иоанн Богослов пишет в своих посланиях, «Не знаю, какие мы будем, но только знаю, что будем подобны Ему, как Он». Уподобрение Христу в Его преображение – это и есть цель, ради которой можно отвергнуть себя, взять крест и следовать за Христом и на Голгофу, если Он захочет этого от нас. Но величие преображения – это величие не уйдет от нас, если мы верно до конца будем служить Христу, как и сказано в Евангелии от Матфея, претерпевший до конца спасется. Итак, мы должны взять крест свой и следовать за Христом. Кресты бывают разные. Бывают деревянные, бывают металлические, бывают из драгоценных металлов – серебряные, золотые, бывают золотые, с бриллиантами. Какой крест имеет в виду Христос, который мы должны нести, и о котором Он говорит «возьми крест свой», Он не говорит «мой крест», «возьми свой». У каждого человека на самом деле есть реальная возможность совершить крестоношение. Крестом для человека могут оказаться тяжелые обстоятельства его семейной жизни, когда кто-то из членов семьи больны. Крестом может оказаться сносить тяжелый характер супруги или тяжелый характер мужа, когда супруга терпит во славу Христа даже какие-то и унижения. Нести крест – это преодолевать с радостью и с благодарением те испытания, которые посылает нам Господь. При этом мы должны помнить, что все эти испытания даны нам с одной целью. Например, патриарх Авраам, он испытал десять серьезных испытаний, которые включали в себя и повеление принести в жертву Исаака. И он все это перенес. И Бог это все посылает с одной целью – усовершенствовать нас. «Чтобы мы, как золото, огнем очищенное от примесей, через крестоношение преодолели бы самих себя и уподобились бы Христу, следуя за ним». Далее. «Ибо кто хочет душу свою сберечь, тот потеряет ее, а кто потеряет душу свою ради меня, Евангелие, тот сбережет ее». Да, человек может сберечь свою душу, то есть свою жизнь в этой жизни, уклоняясь от трудности открытого исповедания собственной веры. Но что это ему даст? Эта жизнь скоротечна, и она скоро окончится. А если мы претерпим за Христа и за Евангелие, то есть за благовестие правды Божьей, то наша награда будет велика на небесах. Только в этом случае мы сбережем свою душу. В противном случае это будет граничить с отречением от Христа, мы потеряем ее. «Ибо какая польза человеку, если он приобретет весь мир, а душе своей повредит?» Вот эта эпидемия коронавируса, она показала, насколько все зыбко в этом мире. Все эти герои спорта сейчас сидят по квартирам и стараются не выходить на улицы в Италии, в Испании, в Германии, во Франции, в Соединенных Штатах Америки. Все эти музыканты, все эти мероприятия, все это отменено. От невидимого вируса рассыпаются отношения между людьми. Евросоюз с их глобализационными задачами разделился на национальные квартиры, и они отгораживаются друг от друга реальными границами. Все зыбко, все неопределенно. В семье, пример, министр Канады, его супруга, красивая женщина, заболела этим вирусом. И эта болезнь, она проникает в разные места. Обнаружено в Ватикане и в нашей стране тоже есть болящие. И это не самый страшный вирус, потому что были вспышки чумы, холеры. Когда были вспышки, например, испанки, уничтожено было огромное количество людей, это в начале 20 века. А черная смерть, чума, она уничтожила в средневековой Европе до двух третей населения. Вы видите, как все это зыбко? Поэтому, кто хочет душу свою сберечь любым способом, некоторые обращаются там к целителям всяким, обращаются к знахарям, которые там что-то колдуют, что-то гадают в надежде сохранить свое здоровье любой ценой. Любой ценой это недопустимо. Потому что есть то, ради чего мы должны и потерять душу свою. Христос и говорит, ради меня Евангелие, и только в этом случае мы ее сбережем. Ибо убить душу невозможно. Умертвить можно человеческое тело, но душе повредить никак нельзя. Здесь слово «душа» означает и человеческое тело, и в то же время внутренний мир человека. Ибо какая польза человеку, если он приобретет весь мир, а душе своей повредит? Или какой выкуп даст человек за душу свою? Иногда люди дают деньги, чтобы их освободили из-под стражи, и они под залог этот могли бы жить в своей квартире. Иногда люди хотят вообще откупиться от суда. Но Божий суд нелицеприятен. И какой выкуп даст человек за душу свою, когда ангелы будут свидетельствовать, свидетельствовать о его добродетелях, о бесах, о его грехах, и он сам будет свидетельствовать о себе, сам вид его будет показывать, или он праведный, или грешный. Ибо в день суда лица праведных воссияют, а лица грешных потускнеют. Ибо кто постыдится меня и моих слов вроде сём прелюбодейным и грешным, того постыдится и Сын Человеческий, когда придёт во славе Отца Своего со святыми ангелами. Что значит постыдиться Христа? Это постыдиться того, что ты имеешь Спасителя, постыдиться того, что ты имеешь Учителя, постыдиться того, который есть истина и жизнь, который есть свет, который во тьме светит, и тьма не может объять его. Всё это совершенно недопустимо. И кто это проявит, то в день судный, когда придёт Сын Человеческий во славе Отца Своего со святыми ангелами, и он постыдится таковых. потому что таковые были с нами, но не были наши, потому что скрытно они шли на компромиссы с этим миром. А мы знаем, что дружба с миром есть вражда с Богом. И окончание сегодняшнего евангельского чтения и сказал им, истинно говорю вам, есть некоторые стоящих здесь, он имеет в виду Петра, Иакова и Иоанна, которые не вкусят смерти, как уже увидят Царствие Божие, пришедшее в силе. Христос имеет в виду преображение, то преображение, которое вскоре и совершилось на горе Фавор, и свидетелями которого и станут некоторые из стоящих теперь рядом с ним. Это Петр, Иаков и Иоанн. Если человек стреляет из лука, писал один средневековый богослов, то он должен иметь цель, в которую он стреляет. Если Господь требует от нас именно крестоношения, терпеть скорби ради себя и Евангелия, то есть ради Христа и Его самого и Евангелия, и следовать за Ним тернистым путем, он в день преображений показывает ту цель, ради которой мы можем и должны постараться с терпением переносить все испытания. Цель это ходить в обновленной жизни, это войти в царство славы, как сказано, ищите царствие Божие и славы Его. И когда Христос преобразился при глазах трех свидетелей, апостолов, они увидели, что ради этого можно действительно пережить все, и саму смерть ради этой славы Царства Небесного, Царствия Божия, можно пережить гонения, испытания, цель обозначена. Это вечная благостная жизнь в славе Христа, жизнь в Боге и с Богом, которая имеет начало в этой земной жизни, когда мы обращаемся к Нему с верой и становимся христианами и открыто исповедуем эту веру, как Христос и говорит, и тогда светит свет ваш пред людьми с тем, чтобы они видели ваши добрые дела и прославляли Отца Небесного. Цель прославления Христа, прославления Бога. И когда эту цель мы достигаем, осуществляем в своей жизни, Бог прославит нас в Царстве Своем, в День Судный, когда лица наши просияют, и мы преобразимся в славу Христа Преображенного. С праздником вас! Спаси Христос! Продолжение следует...